Сарафан из рукава, корсет из отделки обуви и челнинка Ольга Жарковская создает необычные куклы. В ее коллекции два вида – большеножки и интерьерные. Секретами их изготовления рукодельница поделилась с нашей съемочной группой. Больше всего мне вот эта кукла нравится. Очаровательная домашняя теплая – так описывает Ольга Жарковская интерьерную куклу. Игрушки она создает примерно 6 лет. Изготавливает их рукодельница из бывших в употреблении материалов. Они привлекают женщину своей текстурой и отделкой. Ненужной одеждой с ней делятся родственники, друзья, коллеги. Вот мне отдали футболку, я ее распорола. Я ее еще буду красить чаем, для того, чтобы цвет был более телесный. Хотя можно и не красить. Глажу, раскладываю, выкройку, обвожу ее, прострачиваю на машинке и потом набиваю. И получаются вот такие заготовки. Это кукла, это ножки у нее, это ручки. Заготовки Ольга Анатольевна делает заранее. Самое сложное для рукодельницы в творческом процессе – это собрать образ. А он у нее продуман до мельчайших деталей. У дам, например, есть сумочки с засежками, украшения, головные уборы с валью. Волосы интерьерным куклам мастер делает из козьей шерсти, атласных ленточек, пряжи. Большеножком приклеивает искусственные. Куклы радуют разнообразием причесок. Для их создания используются свои технологии. Например, для того, чтобы завить волосы, мастер Ольга Жарковская вместо бегудей использует втулку от ниток. Парик нагревается в кипятке, остывает, сохнет. И получается вот такая красивая прическа. На создание кукол может уйти до трех дней, а иногда процесс затягивается на месяцы. Ими можно украсить свой интерьер, говорит Ольга Жарковская. Куклы она дарит. Большеножек отдает внукам своих друзей, причем рукодельница одевает их в ту же одежду, что и у детей. Они необычные у нее. У нее необычный образ такой, ну и как все остальные куклы. То есть у них такой вид какой-то такой интересный, присущий, наверное, присущий взгляду и видению Ольги. Куклы у тети Юли мне очень нравится, потому что она в ненужной одежде дает вторую жизнь. У меня тоже есть кукла от Ольги, которую она мне подарила на день рождения. Она стоит на почетном месте в доме. Все приходят, удивляются и расспрашивают, разглядывают, откуда, какая, кто, за что, почему. Ну, это всегда не остается незамеченным. Скоро в коллекции Ольги Жарковской появятся еще и куклы-хиппи-мулатки. Кроме того, из ненужной одежды женщина делает транспортировочное одеяло для военнослужащих. Лисанга Бдрашитова, Артем Колесов, Новости набережной Челны.